Бусины на четках Нельзя начать новую жизнь, не отказавшись от прежней хотя бы частично. Невозможно положить что-то новое в шкаф, забитый рухлядью, сначала надо что-то оттуда убрать. Первый шаг может быть символическим. Избавление от фрагмента личной реальности, не имеющего ценности. От предмета, что давно не нужен, но хранится по каким-то сентиментальным соображениям или просто потому, что до него сто лет не доходили руки. Нужно создать маленький кусочек пустоты, что послужит катализатором перемен. Крохотная жертва не возымеет эффекта, но и перебарщивать не стоит. Излишне резкие телодвижения на начальном этапе способны только навредить. Тысячи привязанностей к людям, вещам, животным мешают нам быть свободными. И первый шаг к избавлению от этих корней – осознать их наличие. Все, на что мы по собственной воле тратим свободное время, должно быть рассмотрено заново с точки зрения того, насколько эти вещи ограничивают нашу свободу. Хобби, домашние животные, соцсети, коллекции, пустой треп по телефону, телевизор. Нужно составить список таких привязанностей и лучше в письменном виде. А затем наблюдать за своими корнями, отмечать, каким образом, когда, насколько часто проявляет себя каждый из них. Ни в коем случае не стоит осуждать себя за потакание слабостям, за неспособность победить их сразу и не пытаться бороться с ними напрямую в лоб. Это верный путь к поражению и разочарованию в себе. Помогать другим может лишь тот, кто сумел помочь самому себе. Человек не в силах предсказать последствия собственных поступков, которые он считает добром. Поэтому в чужую жизнь нужно вмешиваться предельно аккуратно, а по возможности лучше не вмешиваться вообще. Для начала нужно навести порядок в своей. Продолжение следует...